И я наблюдал за вашим выступлением, подсматривал немножко и обратил внимание... Что я подсматривал? Подсматривал бесплатно. У меня привилегии такие есть. Ну, членам клуба, ладно. Членам клуба можно. Я обратил внимание, что цена должна содержать некоторую ценность. Зачем? Не некоторую, а совершенно определенную. А за тем, чтобы люди не просили скидки и не спрашивали, что так дорого, что так дешево. Потому что не бывает дорого и дешево. Бывает непонятно, почему это столько стоит. Если человек спрашивает, ой, а что так дорого, потому что он не видит реально ценности в вашем продукте. Поэтому объясните ему, почему это столько стоит. Наполните цену ценностью. Вот мое выступление и было как раз о 17 способах это сделать. И первый я даже помню. Так, ну-ка. Например, наполните или так, зашейте в продукт-сервис. Вот скажи, например, какой продукт? Почему наполните цену ценностью, прямо не отходя вот отсюда? Реалити-шоу. Ой, это плохо понятный мне продукт. Давай, что-нибудь хорошо понятное. Так, корпоративный фильм. Корпоративный фильм? О, ну так можно закатать туда несколько сюжетных серий, чтобы корпоративную культуру можно было посмотреть с нескольких сторон. Знаешь, дагестанская есть пословица, хочешь узнать о мужчине все, спроси о нем у коня, у жены, у детей, у матери, у соседа, еще у кого-то. В общем, надо спросить у всех, у кого только можно попросить мнение. Да, 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 совершенно объективно. И пусть в конце человек сам решает, что у вас за корпоративная культура, хочет он у вас работать или нет. Я считаю, что это будет сервис, зашитый в корпоративный фильм. Слушайте, это правда здорово, мы об этом думаем. Спросил не случайно про реалити-шоу про корпоратив. Конечно. Членом клуба. Членом клуба. Самый интересный вопрос, который вам задали после вашего выступления? Вопросов не было, потому что все записывали идеи просто как подорванные, потому что у нас был мозговой шторм, и мы генерили идеи магазину конфетти, конфитюр, что-то с конфетами, короче. Короче, буржуйский магазин рядом с Мариинским театром, весь такой себе дорогой, отдельно стоящий, и в общем очень достойный статусный у них ассортимент. И мы им генерили идеи, нагенерили 11. Я думала, это все, это крыша, потому что за час 11 идей, это реально хороший результат. В конце подходит одна мадам и говорит, а у меня 17. И все, я умылась, потому что, ну а что, мы тут всей толпой делали 11, и она в одного 17 написала, ну это же прикольно. А так работает технология. Что пожелать всем посетителям выставки можно? А чтобы подороже продавали, и всем их покупателям было понятно, что это не цены ломят, а просто хорошо работают. Сейчас хочется сказать аминь, да будет так. Ой, аминь не будем говорить, будем, скажем, да, вот так и победим. Вот так и победим. Спасибо, делимся с вами советами и самыми интересными лайфхаками здесь на PeterFood. Спасибо вам.